Завод производит 10 тысяч деталей в месяц. Рабочий трудится по 8 часов с тремя перерывами по 30 минут. За сколько времени человек сможет изготовить одно изделие? Эти и другие задачи решали сотрудники предприятия «Процсоюз Агро». Для них провели обучение технологиям бережливого производства. Казалось бы, как такие простые задачки могут помочь производительности труда? Правильная постановка заданий, четкие формулировки, выравнивание загрузки оператора – все это способствует уменьшению сдержек и прогрессивному развитию предприятия. Только что они проходили, это элементы стандартизированной работы. То есть найти тот способ выполнения конкретной производственной задачи, самый оптимальный, самый эффективный, самый простой для работника и, соответственно, максимально качественный для предприятия. В этом году «Процсоюз Агро» стал участником национального проекта «Производительность труда». Помогают специалисты регионального центра компетенций. На первых порах идет диагностика производства, поиск проблем и формирование путей их решения, а затем дальнейшая оптимизация и совершенствование производственного процесса. Одна из целей проекта – передать знания, обучить сотрудников предприятия и подготовить профессиональных инструкторов в области бережливого производства для дальнейшего налаживания работы предприятия. По окончании обучения я смогу передать знания, полученные в ходе данных мероприятий, нашим сотрудникам. И совместными усилиями мы разработаем план мероприятий, который позволит нашей компании сократить потери, снизить себестоимость услуг и, соответственно, повысить производительность труда. В проекте «Производительность труда» участвуют четыре предприятия Ульяновской области. Это компания «Техника», «Агрегат ПК», «Продсоюз Агро» и «УАЗ Стамповочное производство». Благодаря участию в проекте средние и крупные компании смогут оптимизировать свою работу и улучшить производственный процесс. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ